Приветствую работяг, которые смогли пережить этот долгий 5-месячный застой на канале. Сегодняшний эпизод стоит начать с печальной вести. Помните, как в прошлой части я говорил про кривую работу русификатора на новой версии? Так почему бы тогда не откатить игру обратно и переустановить поверх неё русик, подумал в тот момент мой наивный мозг. Если бы всё было так просто. После таких манипуляций русификатор работал хорошо, вот только все мои старые сохранения нет. И 120 часов времени накрылись пи***вой. Поэтому вполне реально, что вы смотрите этот контент спустя 10 тысяч лет, которые ушли на новое прохождение. Прошу прощения за такую оплошность. Игру же я проходил на последней версии, которую поддерживает русик, поэтому никаких новинок из обновлений по типу татуировок и новых данжей тут не будет. Заранее скажу, что я никого ни к чему не призываю, но если у вас есть желание поддержать автора материально, теперь вы можете задонатить мне пару гривен через Donation Alerts, что так или иначе конвертируется в контент. К примеру, на покупку игр для обзоров софта типа лицензионного DaVinci Resolve или второго монитора для более удобного монтажа. Ссылка есть в описании к видео и на главной странице канала. Обратно к игре. Сигер говорит, что просканировал тот чип, который мы ему принесли в прошлой части, и он вполне подходит для открытия ворот храма со всякими вкусностями для профессора. По его словам, достаточно просто приложить его к панели у входа, и мы сможем войти. Внутри оказывается только приемные, а все остальное находится на нижних этажах, вход куда заблокирован. Благо узнаем, что программист захватил сигнал, который мы использовали для открытия врат, и он подходит для доступа к лифтам, а мы спускаемся на нижние уровни. Где находим отряд солдат, перестрелявших друг друга? Вместо того, чтобы спуститься сюда самолично, бойцы Биокорп распылили в вентиляцию мутаген, из-за чего люди превращались в мутантов, сходили с ума и атаковали уже своих же камрадов. Как можно видеть, их тела были сильно деформированы. Знаете, этот фрагмент мне напоминает немного другой квест, но не о нем сейчас. Охранники обнаружили дополнительный выход из комплекса, но шеф не хочет его открывать, пока поисковая группа не вернется в лагерь, ибо мало ли какая мерзость там может быть. К большому удивлению работала консоль системы охраны, с ее помощью получилось включить турель на берегу, починить и активировать робота-защитника. Кроме того, я скопировал координаты всяких объектов NFT, типа складов с припасами и центров исследования, что сохранились в одном из терминалов. А также профессор со своими сотрудниками смогли собрать примерную картину жизни среднестатистического жителя этого региона. Вкратце, большинство населения обитало в месте под названием «Цитадель жизни». Находилась она на юге, в той области, где сейчас сидят пираты. Жители работали в различных комплексах, раскиданных по Черному морю, а сами люди жили окруженные роскошью и были челиками искусства и культуры, что видно хотя бы по их архитектуре. К сожалению, «Цитадель жизни» была одним из самых уязвимых мест для атаки, и ее почти полностью расхуярил флот Биакор по время нападения. Профессор подметил, что недостатком каждого их центра было наличие вентиляции, что в принципе стало и главной ошибкой. Хотя у них были генераторы кислорода, что по идее позволяла им функционировать в полной изоляции, и зачем тогда она им была нужна, не совсем понятно. Это было познавательно, но теперь мы направимся в нашу палатку для небольшого сна и отдыха, тем более, что нам самим это предложили. Так как меня достали нападки со стороны дикарей, которые еще и спавнятся в своих же кораблях, после битвы было принято решение поплыть в их кодло на севере и уничтожить его окончательно. Кстати, и пока я плыл, они успели напасть на лагерь еще раз. Так, как вообще работает вся эта система с зачисткой вражеских баз? Для того, чтобы уменьшить их численность, недостаточно просто перебить всех. Основная цель это уничтожить местную элиту, чтобы не было кому этим сбородом управлять, а затем уточнить по рации насчет численности врага. Если стало меньше, отлично, если нет, продолжать и повторять так до тех пор, пока нападения на лагерь не прекратятся. Забегая наперед, все это заняло очень много времени, и когда мне надоело перезагружаться, я решил осмотреть зачищенную территорию и нашел кое-кого интересного. Зовут его Ингвар, и он один из воинов того самого племени. Единственный среди них персонаж, с которым можно выйти на контакт для хоть какой-нибудь информации про его народ. Но даже так у меня этого сделать не получилось. За любое проявление дружелюбия он на вас нападет. Что иронично, единственный мирный способ установить контакт – это дуэль на копьях. Если показать ему, что мы тоже не пусси бой, только тогда есть шанс завести с ним диалог. Вот что удалось понять. Говорят они на каком-то прообразе нордического языка. Веруют в великого змея флот Саурмира, а называют себя Саумирбарен, что переводится как «змеи рожденные». Ингвар ведает важными знаниями про племя, однако его крайне легко спровоцировать, после чего он пошлет нас и откажется говорить. Поняв, что мы тоже воин, он рассказывает про отличия двух кож. С одной из них, обычной, люди рождаются, вторую, змееподобную, нужно заслужить, достигнув запредельности. Скорее всего, имеется в виду выделиться чем-то среди других, будучи умелым воином, жрецом и тому подобное. Если ты смог стать таковым, то жрец, передающий послание великого змея, по сути бога, которому они поклоняются, организовывает ритуальное питье особого зелья. Из-за того, что оно состоит из какой-то бурды, в процессе слабые от него погибают, а сильным позволяется продолжить ритуал и постепенно превратиться в это. Ритуалов несколько, и каждый из них начинается с питья этого зелья. Чем больше его употребляет человек, и если он выживает в процессе, то тем более он изменяется внешне. Сам Ингвар проходил подобный ритуал и пил зелье перед началом. А далее он рассказывает одну историю. Он был с духопоклонниками в храме, куда они же призвали большого змея, плюющего кислотой. Суть была в том, чтобы жрецы напоили змея каким-то раствором, дабы он оцепенел и стал неподвижным. В свою очередь, Ингвар с привязанными к телу руками и ногами помещался змею в рот. Затем последний должен его проглотить. Ингвар должен был оставаться в его желудке, пока кислота не выжать его родную кожу. Но из-за того, что змея недостаточно накачали отваром, он начал приходить в себя и нырнул под воду с Ингваром внутри. Челик наш непрост, поэтому он довольно быстро выбрался. Но на выходе из пасти его ожидало копье соплеменника, потому что был нарушен порядок ритуала. Чем и объясняется такой половинчатый внешний вид. Затем змей ударил хвостом по охраннику с копьем, и Ингвар успел его подобрать и убить змея. Сам абориген был изгнан своими людьми, потому что начал сомневаться в том, как интерпретирует послание змеиного бога духопоклонники. Поскольку для того, чтобы стать сильнее в их религии, то есть получить чешую, а затем, как я понял, и вовсе стать змеем, он должен был потерять другие сильные стороны, что по факту делает его слабее, как воина. Механизмы, которые излишне облегчают жизнь, предназначены для слабых и делают людей слабыми. Но те, что позволяют человеку стать сильнее, это хорошо. Это касается вооружения. Оно не должно убивать само по себе, а должно помогать воинам стать лучше. Так зачем от этого отказываться? Действительно ли это воля их бога? За такое богохульство его изгнали, и поэтому теперь он живет здесь. Также у них есть вождь, это человек по имени Магнар, который буквально самый лучший воин их племени, так еще у него есть какой-то крутой щит и меч, что содержит сущность его с большой буквы. Помимо вождя, есть еще как минимум один важный персонаж, это верховный духопоклонник, одаренный великой силой ума, что скорее всего значит псиспособности. К сожалению, про других соплеменников он говорить отказался. Далее он рассказывает про Лисбургамен, это то, что по его словам ослепляет и сжигает сущность. Находится оно у выхода из Черного моря. Речь идет про красивый переливающийся монолит, который мы уже видели. А затем следует еще одна история. Однажды, когда Ингвард был маленьким, его лодку унесло течением на юг, и он отправился вместе со своим братом, дабы ее отыскать, потому что это могло грозить ему проблемами. И они нашли ее близ того самого монолита. Как только они приблизились, их ослепил яркий свет на утесе. Его брат упал и умер на месте. Ингвард выжил, но почувствовал жжение в области груди. Однако в ослепляющем свете он смог заметить силуэты каких-то людей. По крайней мере, он так считает. Народ его племени по непонятной причине умирают, когда приближаются к этому монолиту. Каждый спит, повернувшись к нему спиной, охотится и совершает ритуалы, отвернувшись от этого света. Так, пока что вам этой информации хватит. Затем я вернулся к истреблению населения деревни и даже разобрался с верховным духопоклонником, с которого выпала статья с Википедии. Кстати, в его храме была вот такая интересная штука. Камень этот оказывается псенически активен. Погрузившись в него сознанием, мы видим пустоту по большей части и лишь небольшие обрывки звуков, цветов, форм и мыслей. По итогу ничего невозможно различить, как будто наше сознание это неподходящая форма. А затем нас касается какая-то тентакля и мы сваливаем оттуда, прежде чем нас схватят. Множество боев спустя мне показалось, что воины в той части деревни закончились, так что я поехал дальше, на восток, где был найден еще один босс. И пока я дерусь с ним и его свитой, стоит поведать немного лора о самом Бинкрастере. В моем прохождении Ингвар ничего не рассказал про него, поэтому вся инфа была украдена с Вики. Так вот, челик этот был сыном лучшего мастера по изготовлению всякого оружия и тому подобного из костей, поэтому он решил перенять ремесло своего бати, в то время как его братья пошли по пути воинов. С отцом он работал над костяной броней, в которую он и облачен, но его отец погиб прежде, чем она была закончена, поэтому он использовал и его кости в ней, а его братья погибли в процессе ритуалов. И теперь он служит кем-то вроде хранителя кладбища и их могил в частности. Вот такие вот дела. Выпала с него огромная дубина. Кстати, насчет кладбища. По мере приближения к его входу, главный герой ловит пропердос из-за того, что там ему в темноте мерещится всякий шок-контент. И неспроста. Чё, страшно? По-первых, играя мне тоже стало неприятно, не только из-за стрёмных звуков, но и потому, что сохранения в этой области не работают, а побить этого призрака вроде бы нельзя. Да и что тут делать, непонятно, посему уходим отсюда с черкашом на штанах. Но позже мы сюда обязательно вернемся. Далее дорога вела через пастбище бизонов в поселение фермеров, где был еще один босс, Элдрен. Он, по сути, просто человек, который родился с высоким пси-потенциалом к метатермике, чем он и стал знаменит. У него же можно найти уникальный меч из куска обсидиана. И, по сути, на этом с зачисткой можно покончить, ибо, переговорив с Яхотой, она сообщила, что теперь лодок дикарей и активности в деревне нету. Хотя мы разобрались еще не со всеми. На деревню пока можно забить. Пройдя чуть дальше села, началась земля с гейзерами, и рядом стал венец оброшенный комплекс NFT, заставленный минами. На самом деле не такой же брошен. Генераторы все еще рабочие. В одной из консолей есть управление краном подводных лодок, и одна из них осталась в комплексе. Спускаем ее, и она оказывается вполне рабочей. Единственное, что функционировать полноценно она не может из-за повреждения рулевых, а только погружаться по заранее заданным координатам, которых у нас нет. Да и перед спуском ее нужно отбуксировать до места погружения. Делать с ней больше нечего. Теперь мы вернемся в лагерь для передышки, а чуть позже попробуем решить другую проблему в виде моего DIY водного мотоблока со скоростью 3 км в час. Мне сказали в лагере, что Тони Лейдельман может подсказать, где купить или достать нормальный гидроцикл и модули для него за приемлемые деньги. Наш путь будет лежать из Черного моря к докам в Корсити. Там есть магазин одного парня по имени Рэй. Собственно, у него все прелести и продаются. По пути в Корсити мне позвонил профессор и сказал, что они с Сигером смогли восстановить некоторые данные с консоли в храме, среди которых местонахождение заброшенных комплексов NFT, которые нам нужно будет облазить на предмет наличия интересного содержимого. Первый из них это Nexus технологии на координатах К7, где могут быть передовые разработки вместе с информацией про Лемурию. Именно так называется Черноморский регион. Второе же место это центр садоводства багровых лугов на H7, туманная область, где все поросло неизвестной красной хренью, ставшей домом для насекомых и прочей живности. Добравшись до Рэя, выясняется, что даже самые дешевые нормальные гидроциклы стоят как полхаты, или все, что я заработал до этого момента. Нам это не подходит. Затем, уже на пути обратно, я заметил протекторатовский патруль на неплохих по виду гидроциклах. Немного помучавшись, разобрался с ними и получил приличный транспорт, которого нам, будем надеяться, хватит надолго. Единственное, что странно, протекторату на суше насрать, что я атаковал их людей, и они по-прежнему нейтральны. После мне пришел в голову гениальный бизнес-план, а почему не продать Рэю один из крейсеров? Но в игре был продуман и этот момент. Он ответил что-то вроде «Ты, наверное, пришибленный, если хочешь продать военную технику протектората без документов, так еще и вряд ли тебе его просто так подарили». Что ж, ладно. Вместо этого я продал ему все детали от остальных крейсеров и вернулся на базу в Черное море. Пополнив запасы медикаментов и гранат, я направился на координаты Багрового луга в поисках мега важной информации, а вместо этого нашел там общаги комаров и кучу всего другого. Но реальные проблемы начались при попытке добраться ко входу в комплекс, ведь буквально вся территория заставлена комариными ульями. Как сейчас видно по запискам, убил я здесь кучу времени с нервными клетками. Спустившись на лифте вовнутрь, оказывается, что комаров здесь расплодилось не меньше. Однако в одной из консолей было сказано про пестициды, которые перевезли в другой блок. Полазив еще чуток, я заметил поросшую корнями консоль, из-за чего ворота рядом нельзя было открыть, а как их снять, чтобы панель осталась цела, пока не ясно. Еще ниже в логове пауков оказались несколько газовых гранат с пестицидами, и судя по описанию, они подходят для уничтожения всяких сорняков. Для проверки кинул одну из них в заросли и все расчистилось. Внутри же не было ничего особенного. Затем в локации напротив из интересного была только ключ-карта. Дальше ни на один из этажей лифт не едет, поэтому я вернулся обратно и открыл блокированные ворота. Далее, в записях другой консоли были координаты новых комплексов. После забрав у одной из статуи мобильное устройство, прохождение комплекса можно считать завершенным, и единственное, что остается, это вернуться к профессору с информацией. Вот только на полпути меня вызывают по рации и сообщают, что в лагере чрезвычайная ситуация. Профессора похитили через тот самый эвакуационный тоннель, о котором говорилось в начале. Похищение, кстати, можно было бы предотвратить, если знать как, но теперь единственное, что можно поделать, это как можно скорее встретиться с Бриксом. Он ждет нас в храме, где и объяснит все подробнее. По прибытию на место он говорит, что мы потеряли двух охранников в бою. Один пропал без вести, а еще исчез один штатный сотрудник. Виноваты в случившемся пираты. Их атака была хорошо скоординирована, словно они знали, что профессор находится в кабинете рядом, а также, что поисковая группа не в лагере. Похитив его, отступая, они подорвали туннель и ворота закрылись автоматически, поэтому преследовать их не выйдет. Пираты застали охрану врасплох, да и откуда у них был чип, чтобы открыть ворота? Сам персонаж говорит, что среди нашей группы был крот. Шеф вроде бы согласен с нашими доводами, но вместо этого он думает, что мы помогли пиратам и начинает нас душить. Чувак, ты серьезно? После нас все-таки обыскивают и ничего особенного не находят. Мы говорим, что ведь помимо охранников пропал один рабочий. Им оказывается техник, которого подобрали в Корсити. В храме он оказался, поскольку его позвал Сигер, чтобы тот помог ему с лифтами на нижние уровни. Также Сигер сохранил в своем устройстве сигнал имплантата и дал его рабочему для их открытия. Так что у техника не было проблем с воротами. Теперь же у нас есть три пути. Первый, это пойти на переговоры и спасти профессора мирно. Второй, проникнуть пиратам на базу по стелсу, что такая себе идея. Третье, это вломиться напрямую и перебить там всех, что еще хуже. Напасть на них можно будет в любой момент, а вот шанс поговорить мирно можно потерять. Поэтому мы лично пойдем на переговоры. В квадрате F4 как раз находится их патруль, к нему-то мы и поплывем. Следующая часть футажей была записана уже на других сейвах, поэтому мое снаряжение, как и транспорт, тут может отличаться. Заплываем на нужные координаты, где нас уже ожидает группа во главе с бритвой. Он говорит, профессор целый, у него все хорошо. Разговаривать, однако, мы будем не с ним, а с капитаном на их базе. Только для начала нам завязывают глаза и увозят в неизвестном направлении. Через время мы оказываемся в каюте капитана и повязку снимают. Знакомьтесь, Кадмус, Гримм и его два подопечных, Могила, ну и Бритва. Говорим капитану, что мы с Саутгейта и спрашиваем о профессоре. Он лишь напуган, в остальном с ним все нормально. Похитили же его, потому что экспедиция создает слишком много проблем туземцам, из-за чего они начали вести себя более агрессивнее, чем раньше, и нападать на все, что движется. Почему в свою очередь страдают пираты? Однако у меня есть другой вопрос. Почему храмы и комплексы до сих пор стоят нетронутыми, несмотря на то, что тут обитают пираты? Скорее всего, дело в том, что они не знают, как их открыть, или знают, но не могут. Посудите сами, внутри очень много ценных вещей и информации, которые можно сбагрить кому-нибудь, и при этом этого никто не сделал. Кстати, тот техник, у которого было устройство с копией сигнала чипа, погиб вместе с устройством, и никак иначе им внутрь теперь не попасть. Капитан отвечает, что экспедиция в подобную Клоаку огромный риск, который жрет людские жизни и деньги. Такое усилие может исходить только от кого-то, кто знает, не думает, а знает, что получит взамен что-то охрененно стоящее. Вам не нужны случайные фрагменты техники и музейные экспонаты. Вы ищете что-то конкретное, и я хочу знать, что именно. А действительно. Вопрос, которым никто не задавался еще с самого начала. Почему мы здесь? Что конкретно мы ищем? Исследование технологически развитого общества, или что там нам говорили в начале, это слишком расплывчатая цель для такой масштабной экспедиции. Почему нам никто ничего не рассказал? Одно можно сказать точно, мы не знаем, что именно делаем. Профессор так ничего и не поведал капитану, однако мы можем предложить всю ту инфу, что мы нашли до этого момента в роли выкупа. Кроме того, я говорю, что сам хочу стать пиратом и сделаю все возможное, чтобы доказать свою преданность. Для начала рассказываю про экспедицию и все найденное нами за это время, за что нас принимают в команду беспощадных всадников, где мне сразу дают первое задание. Прежде стоит сказать, что у пиратов есть своя отдельная от экспедиции сюжетная ветка, которая очень сильно повлияет на концовку при ее прохождении. Ну и еще на их базе играет очень хороший саундтрек. Что насчет задания? Все просто. Нам нужно убедить профессора рассказать больше информации про экспедицию подходящими для нас методами. Самый первый вопрос, который ставит капитан, это какова цель нашей экспедиции? Профессор говорит, что ведь мы же знаем, зачем тут экспедиция, но он, конечно, врет. Капитан спрашивает, кто финансирует нашу компанию. Меценатом оказывается фонд исследований и разработок объединенных станций. Возможно, что с подачи протектората. Они обратились к профессору, поскольку он уже много лет изучал историю суперкорпораций и NFT в частности. Олдфилд и сам хотел организовать экспедицию сюда, но университет ДИС отказался ее финансировать, а затем появился представитель из объединенных станций. Ему он рассказал, что благодаря экспедиции можно возродить некую утерянную технологию. Протекторат же отказался участвовать в качестве охраны и сопровождения, поэтому наняли эгиду. Как говорит профессор, у NFT были сильно развитые технологии формирования окружающей среды, то есть терраформирования. Этим и объясняется такая растительность этой местности и столько живности в Черном море. Говоря проще, они хотели создать условия поверхности здесь, но по неизвестным причинам возник конфликт с Биокорп. Также два года назад профессор купил документ Старого мира за подписью Альберто Сурра, директора департамента исследований NFT. Когда Старый мир отживал свои последние года, каждая суперкорпорация искала свои способы выживания. В этом документе описывалось решение, что предлагала NFT. По их замыслу нужно было создать четыре среды обитания, настолько обширные, чтобы прокормить многотысячное население, а может даже и многомиллионное. О двух из этих зон нет никакой информации из-за повреждений документа. К счастью, известно кое-что о двух других. Одна из них это наше с вами Черное море или Лемурия. Второе же называется Горизонт, но где она находится или что из себя представляет, неизвестно. В документе еще упоминались какие-то самоходные зоны обитания для достижения самых отдаленных частей. Но что это такое опять же неизвестно. Цель же проекта состояла в объединении людей со всех четырех мест обитания, построенных далеко друг от друга, видимо благодаря этим самым машинам. Информации о том, как они работают нет, но они могут быть связаны с вещью, которая называется Оконр или Желудь. Вот эта штука может быть самоходной средой обитания или ключом для достижения горизонта, а может быть еще двух других. И Желудь этот здесь, в Лемурии. Собственно он и есть целью экспедиции. Мы узнали то, что хотели, а теперь капитан хочет дать нам следующее задание. Далее мы сбегаем через люк в полу, а затем поднимаемся на маленький островок, где вызываем подмогу и возвращаемся на базу, за что получаем ключи от нового гидроцикла, который может скоро понадобиться. К сожалению, пираты так просто от нас не отстанут, и теперь уже они будут нападать на нашу базу, а нам этого не надо. Как вы понимаете, решение тут может быть только одно. Кроме того, основной гидроцикл валяется где-то у них на базе и его желательно вернуть. Пару долгих и нудных часов спустя я все-таки зачистил их базу, отыскал там немного лута и вернул назад свой транспорт, а также нашел одну интересную вещь. Во-первых, пиратская база занимает намного больше места, чем может показаться. Основная база занимает аж 8 клеток на карте, но главное в том, что с крайней ее части можно подняться к тому самому монолиту у въезда в Черное море. Поднявшись, рядом с монолитом стоит статуя человека, покрытого шипами из того же самого или похожего на монолит материала. При детальном рассмотрении становится понятно, что чувак решил ударить по нему киркой, после чего стал его частью, хотя в месте удара не хватает маленького осколка. Можно отломать себе один кусочек от статуи, сам материал герою напоминает соединение на основе углерода, но чтобы сказать наверняка, нужно принести его кому-нибудь, кто сможет проанализировать состав. К слову, в инвентаре обломок значится как ключ, и я реально не знаю для чего он, ибо только сейчас узнал, что сюда оказывается вообще-то можно подняться. Позже мы поищем кого-то, кто сможет нам чем-то помочь, а пока вернемся к монолиту. Сам монолит вовсе не монолит, а двойная пирамида, покрытая символами, напоминающими букву М или W. Еще он издает странный гул, который, как говорит описание, звучит будто по другому каналу и не зависит от акустики пещеры или звука, отражающегося от скал. Сосредоточившись на нем, можно увидеть небольшое видение, где некий король стоит на вершине Зиккурата в кругу своих родственников. Все из них могущественные лорды. Все они ждут, пока один гость поднимется к ним по узкой полугой лестнице. Все они стоят, включая короля, ведь это не обычный путешественник. Он тот, кто приходит по велению и с его словом, тот, кто смотрит в его лицо. Обернутый тканью он несет два оружия, которые он протягивает им с непонятным предупреждением. Когда он обнажает оружие, все лорды падают ниц, и только король продолжает стоять. В глазах короля виднеются отражения двух лучей чистого света. Он протягивает руку и берет один из них. Но когда мы обращаем свой взор на этот свет, он сжигает нас, корчась и крича мы выпадаем из видения прямо во тьму. На этом история обрывается. Слово его было написано с большой буквы, прямо как во время рассказа Ингвара. Вполне реально, что речь шла про короля змей рожденных, ведь наш знакомый тоже упоминал тогда некое оружие. Пока, допустим, что так и есть. Возвращаясь в лагерь, решил заскочить к мутантам, и как раз в этот момент там стоял пришвартованным паромщик. Дядя этот крайне увлекательный персонаж со своей собственной историей, хотя сейчас он собирается размажить нам бошку из дробовика. Экспедицию и ее участников как можно понять он не особо любит. Убеждаем его, что мы довольно-таки нормальный челик и не собираемся причинять ему вреда, что его хоть немного успокаивает и он предлагает поторговать. Вместо чего я прошу ответить его на пару моих вопросов и слово за слово, минута за минутой беседа с ним заняла более часа настоящего времени. Да, просто час сидишь и читаешь буквы словно книгу. Подытоживая смысл беседы в двух словах. Что странно, он дружил с Хэнком Уорделлом. Для тех, кто не помнит, это прошлый владелец нашего дома. По его словам, он был человеком умным, но большего он не говорит, ибо осторожничает, поскольку Хэнк был в чем-то тайном замешан. Из чего делаем вывод, человеком он был непростым. Дед также немало знает про культуру и обычаи племени, о которых узнавал в процессе торговли с ними и объясняет, что для них воды моря священны, потому что тут живут змеи к кому дикари относятся нормально и даже торгуют, потому что давным-давно он смог победить их самого сильного воина, маленьким осколком чего-то похожего на монолит. Речь идет про тот осколок, который отколупал человек с киркой, затем же его подобрал и продал паромщику один пират. Вот история, которую он мне поведал. Одним днем паромщик заплыл немного дальше на север, чем обычно, где лицезрел на острове какое-то действо. Как оказалось, это был ритуал посвящения, о котором рассказывал Ингвар. И паромщик почувствовал, что должен приблизиться к ним. Он сам толком не понимает, зачем и почему так поступил. Приблизившись, он вспоминает все обрывисто. Помнит, как ступил на землю с дробовиком. Туземцы, вместо того, чтобы разорвать его на месте, были в замешательстве. Затем он отставил оружие в сторону, подошел ближе и указал на самого большого и высокого воина, который там был. Его звали Сьорс. Толпа окружила их и трехметровый дикарь начал избивать его разными способами. После он отшвырнул его и, поднявшись, дед кинул в него Сьорс упал на землю мертвым. Паромщику позволили уйти и на этом конец истории. Что мы собираемся сделать, так это попробовать найти эту штуку. И единственный, кто может что-то знать, это Ингвар. Он рассказал, что видел тот ритуал. Его уже собирались начинать, но появился паромщик и он ощутил необычный страх. Не только он, но и все, кто там был. После того, как воин отшвырнул старика, тот поднялся и кинул чем-то светящимся, от чего Сьорс умер. За победу над самым сильным воином паромщика начали уважать и позволили плавать по своим водам. Когда Ингвар спрашивал остальных о том предмете, они видели в нем лишь обычный камень, только Ингвар видел в нем свет. Спрашиваем, что же случилось с телом Сьорса, и он рисует высокие торчащие кости, а также символ на куски кожи и отдает его нам. Рассказывая своей жизни и народе, он сам понял, что теперь должен делать, видя свою дорогу иной, чем у своего племени. Ингвар собирается отправиться к Монолиту и уже оттуда начать свой новый путь, в чем мы ему и желаем удачи. Мы же с вами отправимся на кладбище со всякими ужасами, в поисках того самого символа. Как я понял, эта ебака будет появляться быстрее, если копаться в подношениях или шуметь, поэтому все нужно делать очень быстро. Пошуршав по углам, я нашел могилу с похожей руной, но что делать-то дальше? Как вытащить тело? Оказалось, что есть некий костяной рычаг, который нужно найти, уже с его помощью активировать механизм. Затем я обыскал его лицо и нашел осколок Монолита. Это еще не все. Теперь выпиваем сок от чувака и осматриваем осколок с разных сторон. На деле осколок оказывается хранилищем из другой реальности, откуда можно вытащить такой вот факел. Он не ломается и наносит довольно хороший урон. Но что я собрался с ним делать? Затем топаем к тому камню, который висел в их храме и стреляем в него несколько раз. Далее я решил разобраться с вождем племени и сделал это с первого раза. Однако все оказалось не так просто. Магнар воскрес и стал выглядеть немного иначе. И теперь у него есть сопротивление почти ко всему типу урона. С этим как раз и поможет этот факел, от которого он сливается очень быстро. Эммм, что же все это значит? Пока что воспринимайте все как магию, сейчас по-другому никак не объяснить. Следующая наша цель это Nexus технологии на K7. Основные ворота у него не работают, поэтому вход нужно искать обходными жопными путями по болотам через улья. Внутри комплекс довольно запущенный, лифты не работают, поэтому мы спускаемся вниз по служебной лестнице и активируем генератор. На втором же этаже находится компьютер с письмами, где рассказывается про музыкальный шифр. Короче, это такая загадка, в которой нужно расшифровать пароль хранилищу, пользуясь музыкальной теорией в подсказках на разных ПК в комплексе, за решение которой можно получить хороший уникальный пистолет. К счастью, мне этим заниматься не нужно, но рассказать, я думаю, стоило. Спускаемся еще ниже в поисках новой информации. На одном из этажей лежит кодировщик чипов, и с его помощью можно повысить уровень допуска нашему чипу. В переписке одного ПК упоминается про Аконнер, который увезли отсюда ХЗ Куда в тот момент, когда начало нападать биокорп. В принципе, больше тут делать нечего. Убираемся отсюда и даем по шапке включившейся Наги. На выходе нам звонит профессор и сообщает, что у него есть для нас новые сведения. За подробностями нужно зайти к нему. Возвращаемся, и он говорит, что они обнаружили координаты еще двух других комплексов, а именно Центра Здоровья и Единого Центра Безопасности. Что ж, отправляемся. Сначала я решил поплыть к Центру Здоровья, ведь он находится намного ближе, и, что странно, в нем нормально работает робот на рецепшене. Она говорит, что весь персонал погиб под атаки Биокорп мутагеном через вентиляцию. Робот, кстати, стоял в режиме ожидания 249 лет, и либо NFT делала хорошие батареи, либо я нанюхался мутагеном. Весь комплекс, к тому же, находится под аварийной блокировкой, а затем почти сразу отделение хирургии становится открытым. Что? Внутри него у персонажа начинает увеличиваться давление в черепе, и возникают всякие веселые картинки перед глазами, на вроде девушки, которая просит помощи. На что мы, естественно, закрываем глаза, после чего все возвращается к норме. Немного далее стоит робот по имени Дэдмен, говорящий, что мы должны бояться, после несет какой-то бред и выходит за дверь, активируя всех других роботов в округе. Текаем обратно, ловя еще один приступ, на этот раз боли в кишечнике, теряем сознание и просыпаемся чуть позже на полу. Короче, как вы поняли, у нас тут небольшой хоррор-сегмент. Теперь ворота в другую часть комплекса разблокированы, где стоит другой робот, он пытается открыть ворота на соседнюю сторону. Тут, если что, сбоку разбита стена. Делает он это, потому что хочет спасти людей за ними, вот только у него заканчивается заряд батареи. Что ж, поможем работяге. За что он открывает дорогу в морг и наша крыша едет снова. Уходить отсюда пока не стоит, потому что здесь есть аппарат для имплантации и извлечения чипов. Нужен он нам, дабы запихнуть тот чип из руки Фила в свою, потому что только так можно пройти биологический сканер в следующем комплексе. Прошу прощения за спойлер. Инсталируем себе чип и, как оказалось, в твоей руке жило какое-то существо, которое и питало его энергией. Но, да ладно. Двигаемся дальше вниз в сам морг. Спустившись, некий голос в нашей голове просит убить его. Чуть дальше стоит просто Мэн, который объясняет, что за пиздец тут вообще происходит. Того, кто наводил на нас все ужасы, зовут доктор Мэйсон. Даже в своей текущей форме он владеет сильными пси-способностями по контролю разумом. И единственное, чего он хочет, так это смерти. Поскольку каким-то чудом он смог пережить мутагенную атаку Биокорп, но превратился в мерзкое месиво. Перед нами стоит выбор, пойти и самим убить это существо или дать все сделать роботу. Я доверю эту работу роботу. К слову, спасибо ему, что попросил подписаться на канал. Теперь же направляемся к центру безопасности и спокойно проходим сканирование. Оказывается, что центр безопасности полностью заблокирован и чтобы пройти дальше, нужно что-то придумать. Продвигаемся окольными путями к консоли безопасности и отключаем блокировку со всеми системами защиты. Разблокировав офисы, шаримся там и находим ключ-карту для офиса командования. В офисах у одной консоли остались сохраненные координаты места глубоководной станции Зеро. Станции, куда отправили нашу цель. Желудь. И если по пути судно, где он плыл, не развалили, то он должен быть там. Координаты я, конечно, скопировал. А в самой глубине здания находится штаб военного совета, откуда поступали все решения лемурийского командования во время нападения Биокорп на их владение. По идее, теперь у нас есть все необходимое, чтобы отправиться непонятно в какие глубоководные перди на батискафе. Только перед началом нужно поговорить с профессором о том, что мы нашли в этом и прошлом комплексах. Профессор, мягко говоря, в шоке с тех подробностей про центр здоровья и центр безопасности. А еще та станция Зеро не упоминалась ни в одном документе или источнике информации профессора. Значит, станцию могли не обнаружить войска Биокорпы, и там хотя бы что-нибудь или даже кто-нибудь живой должен остаться. Итак, господа, покуемся и звоним паромщику, чтобы тот оттащил субмарину краном до координат станции на поверхности. Катим туда и наступает момент истины. Продолжение следует... Почти полтора километра воды спустя мы прибыли. Станция явно обитаема, потому что емкость с жидким кислородом кто-то запитал к криоканистрам, чтобы он таким и оставался. Да и в принципе станция не выглядит как заброшенное помещение. Хлам валяется, но не более, даже электроника работает. И вот почему. С другой части мне навстречу выбегает человек лет 55 и говорит привет. Зовут его Тодд Ньюман. Здесь он проживает со своей семьей и семьей друзей. Только дело в том, что никого тут больше нет. Живут они все в голове Тодда, как бы переключаясь между разными личностями во время разговоров. Но длятся они недолго, ведь Тодд должен дальше бежать. Куда? А никуда. Это он так тренируется по наставлениям своего бати. Спасибо, Стик. Теперь меня уже ничем не удивить. Окей, раз такие дела, то прошу беседы с его родителями. Родители же его в это время говорят с Эйвиндрами, другой семьей. Всем им интересно узнать, откуда мы сюда приползли. Отвечаем им на несколько вопросов, в свою очередь, и они рассказывают, что живут, в кавычках, или жили они тут с самого рождения. Информации о внешнем мире у них почти нет, из-за мощного выброса энергии, случившегося давным-давно, который уничтожил почти всю информацию в базе данных, отчего представление о мире у них совершенно другое. В беседе между собой они упоминают народ субостровитян и случившееся разобщение. Начать стоит с того, кто такие эти субостровитяне. Они прибыли в Лемурию еще задолго до войны со станции Атлантида на севере. Это одна из тех неизвестных станций, о которых говорил профессор. Отправили их сюда для работы на станции, добыча полезных ископаемых, исследования технологий и тому подобное. Ибо они лучше переносили жизнь под водой. Эйвиндры как раз из их народа, и так много знают, поскольку информация передавалась от поколения к поколению. Так вот, жили они вместе с лемурийцами долгое время. И уже после войны, когда Биокорп все поуничтожала, на эту станцию прибывали выжившие министры и остальные важные для Лемурии люди, так как Биокорп не знала, что такая база есть. Поначалу все было хорошо, никаких сегрегаций. Два народа мирно жили вместе, помогая друг другу. Единственное место, где коренное население недолюбливали, было отделом исследований и разработок. Там проводились передовые и специализированные исследования. Занимались ими уважаемые ученые из Атлантиды, у которых были свои методы работы. Им не слишком-то понравилось, как работают лемурийцы, отчего их постепенно вытеснили из отдела. Все дело в том, что лемуры плохо переносили жизнь на станции, страдали от психологических проблем, требовали лечения и специального жилья, что в глазах субостровитян выглядело как слабость и препятствие в развитии станции. Постепенно разногласия начали появляться и между самими островитянами. Взгляды некоторых исследователей казались странными другим, у некоторых начало меняться поведение. В некоторых случаях рабочие в лабораториях возвращались в жилые отсеки с навязчивыми идеями о древней субостровитянской культуре, о выходе во внешний мир, а ненависть к лемурийцам только росла. Думаю, многие уже поняли, кто такие эти островитяне, вопрос только в том, какая садомия и пиздец должны были происходить во время работы, чтобы начали возникать такие идеи. Случилось так, что из исследовательского комплекса ученые перестали возвращаться вовсе. Все, кто туда уходил, там и оставались. Служба безопасности была на готове. И вот, произошло это около века назад, ворота исследовательского комплекса открылись, оттуда вышли вооруженные сторонники разобщения, одеты в лохмоте и разговаривавшие на древней версии островитянского языка, и началась бойня. В ней поехавшие крошили в мясо всех без разбору, даже собственные семьи, если те отказывались присоединяться. Выжили лишь те, кто смог забаррикадироваться, а разобщенцы ушли во внешний мир через доки на субсферах. Выжило в районе 40 человек, остатки личностей которых мы сейчас и слушаем, вернее, детей тех выживших. Да. Про желудень ничего не знают, но говорят, что если оно должно быть здесь, то в том самом куполе исследования и разработки, откуда вышли туземцы. Только попасть туда сами мы не сможем, а Тодда не пускает мама, так что если хотим посмотреть что там, нужно решить проблему с личностями в его голове. По словам одного из его родственников, у Тодда проблемы с психикой, инфантильная регрессия. Проще говоря, он ведет себя как ребенок. Это такой защитный механизм психики от проблем в реальности. Как он считает проблемы с плодовитостью? И по его мнению, тренировки должны все исправить, основываясь на различных анализах, которые обычному человеку мало что скажут. Чтобы Тодд пришел в себя, нужно убедить его семью, что он с этим справится. Отца убедить несложно, нужно показать ему, что Тодд умеет обращаться с инструментарным вшись в диалогах все получается. Я не стал сюда их вставлять, потому что там нереально много текста, никак сюжета не касающегося. Убедив их, Тодд открывает нам ворота и осознает, что на самом деле вся его семья уже давно мертва и убегает, а мы проникаем внутрь. Здесь оказываются компьютеры с записями, каждая из них о своем. Одна про новые строительные материалы, другая про расстройство лемурийцев, а третья это записка одного из шизов, который убежал наружу. Далее же находится специальная лаборатория, где может быть что-то ценное. Вместо ценностей здесь большой черный кристалл, от которого дикари каким-то образом отколупали маленький кусочек и отнесли себе в деревню. Это как раз то место, где происходили все изменения с людьми. Единственное, как с ними связаны эти кристаллы? Похоже, в ПК сохранились некоторые документы. Предлагаю ознакомиться. В них говорится, что тот выброс энергии, который упоминал Тодд, был на самом деле от этого кристалла. Называется он Тенисвет или Шэдоулит. Обнаружили кристалл на участке глубоководных раскопок пару лет спустя после постройки этой станции. Монолит состоит из крайне плотного материала. При весе в 108 тонн, его примерная плотность 30 грамм на сантиметр кубический, из-за чего доставить его сюда было проблематично. Определить состав кристалла ученым не удалось, поскольку он непроницаем для всех приборов и неуязвим для имеющихся инструментов. Помимо этого, от него исходят особые электромагнитные волны, называемые теневыми. Теневые волны могут взаимодействовать с нашим миром, но конкретного влияния тут не указано. Затем ученые поняли, что волной можно манипулировать, если изменить электромагнитное поле. На практике это значит изменение частоты волны, что может привести к печальным последствиям, если будет использовано слишком много энергии. Собственно, потом это и произошло. К тому же, непонятным образом из этих волн возникают новые частицы, чего ученые не могут объяснить. Возникшие частицы называются теневой пылью. Проводятся различные эксперименты с исключением предметов из реальности благодаря теневым волнам. В результате манипуляций, которые я понятия не имею, как описать, испытуемая чашка исчезла. Вот такие цыганские фокусы. Еще позже смогли обнаружить предмет, способный разрезать кристалл. Им оказался странный аморфный диск, который им доставили со стороны и попросили не исследовать, а только использовать, для чего был оборудован один из тех роботов, виденных ранее. После этого записи обрываются. Вероятно, что в момент надреза случился тот самый выплеск энергии и все стерлось. Если дотронуться подушечками пальцев к разрезу, в месте соприкосновения их словно срезает что-то с хирургической точностью. Далее я решил ощупать монолит по-иному, через пси-способности. Реакция была примерно такой же, как в деревне Туземцев. Различные ужасы и неописуемые вещи. Только сейчас эта штука начала истощать главного героя, замедляя его мысли и высасывая собственную волю. Однако спустя время мы все-таки приходим в норму. Что-то в подкорке вашего мозга все еще сильно беспокоит вас. В той пустоте было нечто гораздо худшее, чем те ужасные вещи, которые вы там видели. Оно могло состоять из этих вещей или же обитать внутри. Возможно, увиденные ужасы были сотворены из него или им самим. Вы не уверены, но его форма была вам до жути знакома, а его полной ненависти пожирающие глаза следили за вами. В соседней стороне есть еще немного документов касательно монолита, только тут, как я понял, в основном передано, что увидели другие люди с пси-способностями, когда установили связь с камнем. Описано все в форме изображений, очень похожих на виденное нами. На большинстве из них присутствуют змеи или серпантинообразные линии. Еще дальше упоминается сам великий змей, известный нам как флот Саурмир, где он сжимает планеты, людей, машины и так далее. В общем, подытоживая, что можно сказать? Змей, по-видимому, действительно существует, а черный кристалл выступает чем-то вроде способа связи между змеем, который находится непонятно где, и теми существами, которых он подчиняет своей воле, как мы видели на примере главного героя. Что также случилось со всеми теми, кто работал над его исследованием и позже переросло в популяцию змей рожденных. В чем смысл всего этого и какая его цель, не ясно, но точно можно сказать, что ничего хорошего нам это не сулит. Заходим в последнюю закрытую дверь и видим там тот самый желудь. Подбираем его и случается это. Монолит начинает создавать существ пустоты, которых, кстати, нельзя атаковать, если не выпить перед этим соку. Единственный способ спастись, это бежать или уничтожить булыжник факелом. Факел этот, как и монолит, частью которого он был, служит противодействием всему, что вступало в контакт с черным камнем. Именно поэтому жители деревни погибают, если подходят очень близко к светящемуся клыку у въезда в залив. Ингвард же, по-видимому, смог освободиться от влияния черного камня, потому что сталкивался с его противоположностью несколько раз и покинул деревню. Теперь остается уехать отсюда обратно, прихватив с собой Тодда. Не гоже его здесь оставлять одного. Только отвезу я его не к профессору, для которого он будет скорее материалом для изучения, а к паромщику, да и он, собственно, не против. Затем плывем на базу нашего лагеря, где рассказываем профессору обо всем увиденном, но вот желудь я ему не отдам. Мы его оставим себе, чтобы побольше узнать, зачем он на самом деле нужен. И на этом моменте экспедиция окончена. Корсити встречает нас новостью о Джона. Какой-то парень по имени Аарон ждет нас в баре жилого района. Чего ему нужно, он не сказал. Единственное, что это очень важно и встретиться с ним нужно как можно скорее. Заходим в бар, где сидит человек. Я Аарон, представитель объединенных станций, даже несмотря на мой внешний вид. У меня есть информация, что ты присоединился к экспедиции доктора Олдфилда в Черное море и возможно владеешь предметом, называемым желудь.